Пятая книга Моисея, второзаконие, глава двадцать восьмая Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей и плод скота твоего и плод твоих волов и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословения в житницах твоих и во всяком деле рук твоих и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего и в плоде скота твоего и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтоб оно отдавало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и ты будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедем Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои, кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухой, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. И небеса твои, которые над головою твоей сделаются медью, и земля под тобою железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим, одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них, и будешь рассеян по всем царствам земли. И будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. Поразит тебя Господь проказою египетской, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты невозможешь исцелиться. Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца, и ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит по тьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. С женой обручишься, и другой будет спать с нею. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им, вола твоего заколит в глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. Плоды земли твоей и все труды твои будут есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни, и сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. И поразит тебя Господь злою проказую на коленях и голенях, от которой ты невозможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным, и будешь ужасом, притчей и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодовых, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Все дерева твои, плоды земли твоей погубит ржавчина. Пришелец, который среди тебя будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнуть тебя, да коли не будешь истреблен за то, что ты не слушал глаза Господа Бога твоего и не соблюдал заповеди Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе. Они будут знаменем и указанием на тебя и на семени твоем вовек. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, да коли не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елия, ни плодов, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, да коли не погубит тебя. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе. И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которую Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж, изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него, и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего и на дочь свою, и не даст им последа выходящего из среды ног ее и детей, которые она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе. И всякую болезнь и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен, и останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам небесным, ибо ты не слушал гласа Господа Бога твоего. И как радовался Господь, делай вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь «О, если бы пришел вечер!» А вечером скажешь «О, если бы наступило утро!» И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его, и там будете продаваться врагам вашим в рабств, в рабов и в рабынь, и не будет покупающего. Субтитры создавал DimaTorzok